Куды, испуганные, голодные, такими они были в ноябре прошлого года. До сих пор неизвестно, как редкие кудрявые пеликаны оказались на замерзающем озере в Аллейском районе. То ли по молодости заблудились по пути на юг, то ли их сдуло в сторону сильным ветром. К счастью, они, а затем еще несколько особей, нашли пристанище в клинике ветеринара Артема Кучера. И вот знаменательный день, пора на волю. Артем не скрывает гордости. Операцию по спасению можно считать завершенной. Причем содержали их в неволе, что называется, по науке. Мы старались так, чтобы ухаживал один человек, чтобы в природе они там не выпрашивали рыбу рыбаков. Либо там к отдыхающим кому-то не лезли, не воровали у них там со стола. Ну, природа возьмет свое, птицы все-таки они одичают и будет все нормально. Кстати, съели они за все это время больше четырех тонн рыбы. Спасибо добрым людям, которые эту рыбу бесплатно привозили. Перед погрузкой пеликанов окольцовывают. Так ученые намерены более точно знать пути миграции этих краснокнижных птиц. Но в последний момент одну из них отбраковывают. Оказывается, крылья так и не восстановились. Это подмороженное, да. Это подмороженное. И куда его теперь? Или зоопарк, или иностраусиное ранчо на ПМЖ. У остальных девяти впереди почти 400 километров непростого трясет местами немилосердно пути на запад. Наша цель – озеро Большое Кабанье в Бурлинском районе. Много лет назад здесь располагался андаторовый заказник. Но несколько лет назад здесь стали гнездицы пеликаны. И заказник переименовали в пеликаний. Экзотические пернатые не просто так облюбовали озеро Большое Кабанье. Как нам объяснили специалисты, это настоящий пеликаний рай. Здесь много тростника, где можно прятаться и делать гнезда. В самом же озере очень много рыбы. Она заходит сюда из системы Бурлинских озер на нерест. Посмотреть на новоселов приехали и журналисты, и орнитологи, и школьники-натуралисты из соседнего села. Но ошалевшие от шестичасовой тряски пеликаны боятся всего и вся. Так что на волю выходят далеко не сразу. Егерь заказника обещает, пернатые здесь будут как дома. Главный враг краснокнижных видов – человек. Здесь им точно не угрожает. Заказник, территория закрыта, охота здесь не открывается. Есть, конечно, браконьерство, но не было вообще такого случая, чтобы пеликанов подстрелили. Специалисты уверены – птица быстро освоится и даже, скорее всего, составит семейные пары. И на следующее лето вернутся сюда уже самостоятельно, с птенцами. Впрочем, если осенью кому-то из них снова понадобится помощь, волонтеры и просто любители дикой природы обещают – будут на готове. Илья Кочетков, День с толком.